Господь, мы благословляем Твое имя, благодарны Тебе, что Ты учишь нас, как Отец учит детей, Господь. И мы благодарны Тебе, что даже если мы не во всем знаем, как поступить правильно, и мы просим о том, чтобы Ты сделал наше сердце мудрым, Господь, чтобы Ты учил нас шаг за шагом, преобразовывал нас. Мы просим о том, чтобы Ты, Господь, наставлял и помог нам быть простыми. Простыми в том, чтобы следовать за Тобой, Боже. Благословляем Твое имя, научи нас во имя Иешуа Мессии. Аминь. Итак, последнее занятие мы с вами закончили такими понятиями, как цдака. И мы говорили, что цдака само по себе является выражением определенной Божьей справедливости. То есть, иными словами, в обществе может установиться справедливость, когда Бог, доверив одному что-то больше, побуждает этого человека, который располагает большим количеством ресурсов, поделиться и поучаствовать в проблемах и жизни другого человека. И мы говорили о том, что, разбирая место Писания Второзакония 15 главу, мы говорили о том, что Писание учит нас, что человек, который желал участвовать, желал дать сдаку, он должен был иметь открытое сердце. Его сердце не должно быть ожесточенным, и его рука должна также быть открыта. И при помощи другому человеку нужно было вникнуть в то, в чем же человек конкретно нуждается. И когда ты должен был давать, нужно было давать так, чтобы на сердце кошки не скреблись, чтобы сердце не скорбело. Как помогать бедным людям? Как же помогать? Очень много мест Писания мы можем увидеть как в Новом Завете, так и в Синайском договоре, которые касаются морально-этического состояния того человека, который дает, а также того, который принимает. Например, когда мы говорим о Новом Завете, о периоде Нового Завета, сейчас мы поговорим о даянии в заголи, в общем, то есть это то, что может нас касаться, мы можем коснуться Нагорной проповеди. Давайте посмотрим Матфея, 6 главу, 1-4 стих. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Итак, вы знаете, что можно дать деньги так человеку, что вы абсолютно потеряете его. Правда? Можно подать так, чтобы он почувствовал, что именно вы с высокой горы подаете ему и делаете ему одолжение. Но можно сделать подаяние таким образом, что человек будет ободрен. Он не будет принимать это с точки зрения унижения. То есть наоборот, его личность, она будет благословенной. И очень часто такое бывает, что, допустим, вас могут просить какое-то подаяние, а у вас нет возможности дать. И можно сказать, что ты ко мне пристал, отстань от меня, или иди отсюда, и так далее, и тому подобное. Не делайте этого. Храните своё сердце в том, чтобы, подавая помощь, подавать её спокойно. Очень важный момент. Разузнайте, в чём конкретно человек нуждается. И, возможно, вы не можете помочь, но, может быть, вы знаете кого-то, кто может помочь. Поэтому ничего не обещайте человеку, не давайте ему ложную надежду, не ручайте, что кто-то заступится или поучаствует. Но, тем не менее, постарайтесь иметь сердце открытое в том, чтобы помочь найти помощь. И я вам скажу, по опыту известно, что очень часто это срабатывает. Но просто хорошо нужно разобраться, что человек нуждается. Бывает такое, что человек нуждается, например, в каких-то лекарствах, в какой-то помощи, в какой-то терапии. Сядьте и конкретно запишите, в чём ты нуждаешься. Вот таких лекарств. Хорошо, сколько тебе их надо, сколько тебе надо пить. Всё, ничего не говорите, просто запишите. А потом, знаете, психологически всегда легче, допустим, если вы подойдёте кому-то и можете сказать таким образом. Смотрите, есть брат, который нуждается в лекарстве таком-то. Ему нужно вот столько-то этого лекарства, столько-то упаковок, например. Оно стоит вот столько-то. Хочешь в этом поучаствовать? И когда вы вот таким образом объясняете людям, как правило, люди откликаются. Не на всю сумму, может быть, не на все эти самые, но хоть на какую-то часть. Всегда больше есть отклика на нужду, которую объяснили, чем на нужду, которую просто, представьте, кто-то, я приду к вам и скажу. Итак, люди добрые, значит, есть у нас вообще не один человек, ему нужно 2000 гривен на лекарство. Скидываемся. Ну, оно достаточно сложно, согласитесь, да? Ну, конечно, есть, у нас много разных людей есть. Мы не знаем, я вам не сказал, кто этот человек, я вам не сказал, работает он, не работает, что за лекарства, какие у него обстоятельства. Вы должны просто мне поверить, а я должен вам просто вот это сказать. Это немножко сложно. Другое дело, допустим, я приду к вам и скажу, послушайте, есть человек, который попал в аварию, и сейчас он находится вот в больнице. У него из его родственников только старенькая мама, которой 89 лет, и она уже плохо видит, плохо ходит. Весь их доход состоит в 1000 гривен ее пенсии, и он работал, он очень много отдавал свое время и времени, и сил, и так далее. То есть, когда я вам рассказываю эту историю, совершенно все по-другому, правда? Я помню, когда-то я был наставником в одном детском лагере, и у нас была группа подростков, которые, ну, такие были очень активные. И в один из моментов, один из наших подростков, он просто взял, ну, как бы по своему подростковому какому-то небрежности по своей, и разбил видеокамеру. Ну, а в детских лагерях это все очень просто. Если ты это разбил, тебе надо за это заплатить. И, ну, как бы об этом предупреждалось, об этом говорилось, но вот он ее разбил. И для него был шок, для родителей тоже был просто шок, все в ужасе. И я помню, что я подошел к начальству детского лагеря, я говорю, послушайте, можно я буду делать объявление о том, чтобы собрать хотя бы какую-то часть денег, ну, на то, чтобы покрыть это все. Вы знаете, я выходил и просто рассказывал, вот мы разбили камеру, посмотрите, вы понимаете, вот представьте, что кто-то из вас также ее разбил. Вот вы приезжаете домой, а вашей маме или папе нужно отдать. Да, давайте поможем этому парню. И всего лишь несколько дней. Это было очень удивительно, потому что люди откликались со всех сторон. Нам не простили эту камеру, ну, то есть руководство лагеря не могло простить эту камеру, но тем не менее мы насобирали полную сумму. При том, что нужно было сказать, что это были последние дни детского лагеря, когда уже ни у кого там и денег нет. И приходили все, дети, один гривну принес, другой 50 копеек, там учителя приходили по 50 гривен, по 100 гривен. Кто как хотел, давал. Ну, просто из-за того, что история была рассказана, история была понятна, она была доступна. Люди пережили частично вот то, что происходило на самом деле. И мы отдали полную сумму. Это было реально свидетельство реально такого просто Божьего обеспечения. Поэтому, когда вы помогаете бедным людям, если у вас нет возможности помочь всей суммой, делайте, ну, как бы, ведите себя мудро в том, чтобы не давать поручительств за то, что вы поможете. Потому что если вы уже, ну, сказали, что там, ну, не переживай, я тебе буду помогать, я буду стараться что-то делать. Но постарайтесь иметь сердце открытое, чтобы поучаствовать в этой ситуации. Даже если ничего не происходит, ну, в смысле финансово вы не можете найти или лишить как-то нужду, помолитесь хотя бы с человеком, ободрите его, скажите, что, ну, бывают такие нужды, когда ты не можешь помочь. Ну, просто реально, там что-то очень серьезное. Если вы открыты, предложите человеку попоститься вместе с ним, я буду с тобой молиться. И тут тоже интересный момент, знаете, я замечал. Бывает такое, что ты говоришь, слушай, я буду молиться с тобой, давай мы возьмем пост. Например, я готов завтра и три дня с тобой поститься. И ты видишь, что человеку неинтересно. Вообще, оказывается, ему неинтересно решать вопросы духовно. Он пришел к тебе рассказывать истории, потому что он хочет от тебя денег. И все сразу меняется. Вы понимаете, да? Сразу же ты начинаешь понимать, что вся эта история громкая, такая плаксивая и такая вот шаткая, на самом деле это игра. Это игра в то, чтобы ты именно участвовал. И вы знаете, что есть такие вот особенно социально приученные люди, ну, в каком-то смысле просить. Это, ну, в каком-то смысле их работа. У нас периодически в общину приходит ряд людей, они профессионально просят. Они профессионально просят. Им никто ничего не дает, но они просят все равно. И они находят периодически каких-то добродушных людей, которые не вникают в их ситуацию. То 10, то 20 рублей. И есть целые системы таких вот мошенников, которые блуждают от общины к общине. У нас были такие, которые там, знаете. Вот он понял, что если он еврей, то значит, если ходить по мессианским общинам и рассказывать о том, что у тебя жена болеет где-то там в непонятных каких-то селах, и ей нужно операцию на пересадку почки, то можно собрать денег. И мы сами сталкивались вот с таким, который он просто путешествовал от общины в общину. Везде менял телефоны, адреса и все. И набирал пароли, явки и все. То есть человек готов был рассказать вам любую историю. Но при этом никто никогда не видел его жену, никто никогда не видел его паспорт или что-то подобное. Просто вот такой вот аферист. К сожалению, такие тоже бывают. Иными словами, не будет лишним разузнать. Не будет лишним, например, попросить, если это человек с другого региона, какого-то района, дай мне телефон своего пастыря. Я хочу узнать, какая ситуация. И бывает такое, что ты звонишь этому пастырю, пастырь говорит, ни в коем случае. Мы его отлучили, он просто вам рассказывает, и он там обманул того, 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 того. И ты понимаешь, что перед тобой человек, который использует ситуацию. Итак, бывают крайние такие варианты, когда оно масштабно, но бывает и очень локально, когда просто рассказана какая-то история. В любом случае, помолитесь человеком и ободрите его, попробуйте вместе с ним попаститься. И большая радость, если человек откликается. Всегда, ну знаете, даже так, если человек, ты видишь, что он готов решать и верит, что Бог дает решение в вопросах финансов через молитву и духовные принципы, и многие люди открываются лучше. Но если он закрыт, так все понимают, что не так просто. Итак, притча 19 глава 17 стих говорит, «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Интересное такое место. Хотите дать взаймы Господу, творите благо бедному, и Бог будет воздавать вам. Притча 21 глава 13 стих говорит, «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, и не будет услышан». Притча 21, 13. «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, и не будет услышан». Итак, в общем, что мы можем сказать? Старайтесь не отказывать нуждающемуся. Если вы не можете дать материально, хотя бы помолитесь вместе с ним. Ваш дар, он обязательно должен идти на пользу этому человеку, которому он дается. На пользу. И тут надо смотреть, что идет на пользу. И ваш дар, он должен удовлетворять нужду. Нужду, которая есть. Хотя бы, ну, то есть, чтобы это было что-то целевое, то, что касалось этого человека и его ситуации. И ваш дар не должен подстрекать человека к лени и эгоизму. Потому что такой дар не несет пользы. Не берите на себя ответственность содержать семью человека, который не собирается работать. В еврейской традиции существуют восемь уровней дзадаки. Считается, что качество каждого заповеди зависит от того, как она исполнена. Насколько качественно ты исполнил какую-либо заповедь. И когда речь идет о дзадаке, Ее качество зависит от того, удалось ли нам сохранить самоуважение того, кому мы даем. То есть вопрос самоуважения. Это вопрос этики. Насколько человек, которому вы дали, он почувствовал, что именно вы ему дали. Насколько его внутренность пережила это. И в зависимости от этого критерия различают восемь уровней дзадаки. Первый или высший уровень, когда посредством подарков, суд или какого-либо делового сотрудничества нам удается помочь человеку восстановить свою самостоятельность и независимость и начать самому зарабатывать себе на жизнь. Иными словами, когда ты помогаешь человеку таким образом, что он сам зарабатывает себе на жизнь. Как это выглядит? Например, есть какой-то предприниматель, который потерпел урон в том, что он делает. Он, ну как бы бизнес его развалился, и он рассказывает вам это. И высокий уровень это помочь ему восстановить этот бизнес таким образом, чтобы он работал, снова приносил прибыль для него, чтобы он мог зарабатывать. Иными словами, когда ты не просто кормишь человека рыбой, как есть такая аналогия, но ты даешь человеку удочку. То есть у него она сломалась, но ты помогаешь ему снова ее настроить, чтобы он дальше продолжал ловить ею для себя. Второй уровень, когда получающий цдаку не знает, кто ему дает, и дающий не знает, кто ее получает. Это второй уровень. Предположим, нечто подобное может происходить, когда, например, вы приходите в какой-то благотворительный фонд и отдаете туда, например, свою одежду. А эту одежду потом люди, которых вы не знаете, распределяют среди людей, которых вы тоже не знаете. То есть иными словами, вот представьте, вы пошли, например, на гуманитарную помощь, вам нужно получить, вы человек нуждающийся, получить гуманитарную помощь. Вы берете какую-то одежду. У вас же нет обязательств перед каким-либо человеком, правда? Морально никто никому ничего не должен. Также и вы, если вы отдали, например, свою курточку, вы не знаете, кому она попадется, какой будет этот человек. То есть вы доверяете, что Бог будет использовать эту ситуацию. Поэтому здесь, кстати, очень важно, чтобы эта организация, которая распределяет, это была честная организация, чтобы они были правильные люди. Но тем не менее, морально-этически никто никому ничего не должен, невозможно манипулировать человеком, даянием или тем, что ты получаешь это даяние. Это тоже очень важный момент. Третий уровень. Когда дающий цдаку знает, кому он дает, но получающий не знает, от кого он ее получил. То есть вы знаете, вы знаете, кому вы даете, но человек, который получает, не знает, как это может происходить. Вы можете взять, например, конверт, положить туда 100 гривен и где-то тихонечко положить, например, в сумку человеку. Вы знаете, куда вы положили, кому, но человек просто находит конверт. И он принимает это как благословение. Четвертый уровень. Когда принимающий цдаку знает, от кого он ее получил, но дающий не знает получающего. Бывает и такое. Как это может быть? Например, я прихожу к кому-то и говорю, послушай, мне нужна помощь от тебя. Если есть у тебя такая возможность, нужна теплая курточка зимняя для одного человека. Ну, неважно, короче говоря, для одного человека. И ты расположен в принципе, почему бы не говоришь, у меня есть курточка, которую я там не ношу, я готов ее отдать, и отдаешь. И через какое-то время ты вдруг увидел человека в этой курточке. Но человек-то не знает. Не знает. Но ты-то узнал ее. Нет, не сказал. Или, ну вот смотрите, это четвертый. Когда принимающий цдаку знает, от кого он ее получил, а знаю человек, от кого он получил, каким образом, может, допустим, предположим, немножко по-другому. То есть я отдал свою курточку, я не знаю, кому ее отдал, но человек, который взял ее, вдруг нашел там визитку мою, которую я забыл в кармане. То есть он догадался, от кого он получил эту курточку, но я, когда ее отдавал, я не знал, куда она пошла. А тот вариант предыдущий, это к предыдущей иллюстрации. Следующий уровень. Когда дают цдаку, не ожидая просьбы. Да. Когда ты даешь цдаку, не ожидая, что кто-то тебя попросит о чем-то. Понятно все, да? Ты увидел, что человек нуждается, подошел и дал ему. Шестой. Когда дают то, что просят после просьбы. То есть иными словами, к тебе кто-то подошел, попросил, и ты это дал. Да. То есть в данном случае, смотрите, что происходит. Состояние просящего человека, оно меняется из уровня в уровень, потому что он начинает ощущать определенную личную, ну как бы, можно так скажем, зависимость от даящего. То есть есть эмоциональная связь. В первом уровне или во втором уровне ты, ну, ни с кем, когда ты принимаешь гуманитарную помощь, никому ты ничего не должен. А здесь уже есть определенная история между двумя людьми. Седьмой уровень. Когда дают меньше, чем просят, но дают охотно. Когда дают меньше, чем просят, но охотно. И восьмой уровень, когда дают скрипя сердцем. То есть все равно дают, сдока ты ропщишь, ты не хочешь давать, но ты как бы даешь. Вот так еврейская традиция распределяет уровни тздаки. Я думаю, что для нас это могут быть хорошие такие примеры, потому что, в общем-то, они разумные, согласитесь, да? Мы можем их применить. Он может знать, да. То есть это может быть бизнес-партнерство, например, когда ты берешь человека в долю, когда ты, например, каким-то образом перекрываешь его долги для того, чтобы помочь. Ну, то есть все индивидуально, но считается по еврейской традиции, что если ты помогаешь человеку вернуться в его прежнее материальное состояние, то это лучше всего, потому что человек, он максимально трудится. Во всех случаях, понимаете, как бы здесь все очень индивидуально. Работает ли человек, не работает, насколько он может работать. А здесь получается, что человек и работает, и может, но у него что-то случилось. Может быть болезнь, может быть какие-то обстоятельства, кризис, и у него все развалилось. И он за работу, он хочет работать, он ищет возможности, но он не знает, как, например, порешать какие-то вопросы. И это не обязательно могут быть финансы. Услышьте, во всех этих историях это не обязательно именно гроши. Это могут быть грамотные советы, это могут быть связи, которыми ты можешь позволить ему воспользоваться, наставить его, куда пойти, как это сделать, как это оформить, как это не оформлять. То есть это может быть что-то такое, что нематериальное, но оно очень ценное. Потому что неграмотный совет способен тебе потратить кучу денег. Ты вот себе придумал, что этот вопрос решается так. А на самом деле все можно решить по-другому, за вообще другие меньшие деньги, и это будет благословение для тебя. То есть получается, что этот человек еще больше, чем во всех остальных случаях, будет обязан тому, чем это будет? Не обязательно. Ну, понятно, смотрите. Эмоционально привязать себя можно к чему угодно. Эмоционально можно ввести себя в зависимость от кого угодно. Если ты можешь помочь таким образом, чтобы этот человек не знал, ну, это очень сложно. В этом случае сложно помочь человеку подняться и не засветиться. Правильно, но лучше сделать таким образом. То есть еще раз говорю, это не по Писанию. То, что мы говорим, это еврейские мудрецы нам рекомендуют. В моем понимании это здравые рекомендации. В моем понимании можно быть зависимым от разных людей по-разному. Реально. По-разному можно это делать, да. Можно и копеечку дать так, что тебе будет плохо, что ты не захочешь. А можно грамотно дать, понимаете. Но все же первый уровень, он нуждается твоего участия в ситуации. Тут еще есть такой момент. Смотрите, если мы говорим о богобоязненном обществе, тогда получается так. Не говори мне спасибо, что... Как там есть такое выражение? Скажи мне спасибо, что я не сказал тебе спасибо, чтобы ты не возгордился. Вот как-то так вот есть. Получается, как бы я не могу никому помогать, потому что вдруг он что-то будет неправильно ко мне чувствовать. Надо только вот таким, чтобы никто не знал. Но это не всегда так бывает. Иногда надо, чтобы человек знал. А если общество богобоязненное, надо просто переправлять благодарность в сторону Бога. Просто говорить о том, что я помогаю тебе не потому, что я хочу, чтобы ты был моим рабом до конца жизни. Я помогаю тебе, потому что Бог меня побуждает. И вы знаете, что в еврейском обществе достаточно часто пользуются такими вопросами. Они умеют принимать. Они умеют принимать. Они умеют давать. Да. Во многих людях они не умеют принимать благословения. И совершенно верно, умеют принимать. И я вам скажу, что, например, я сталкивался вот с людьми верующими, которые имеют связи вот с синагогой. И вот они расспрашивают там за какие-то проекты общины. Они говорят, а почему у вас так? Вот странно как-то. Вот у нас, там вот, вот я прихожу туда, например, в синагогу. Бизнесмены без проблем открываются. Они финансируют за свои финансы огромные проекты. Кормят бедных, кормят тех, других. Обучающие проекты, детские проекты, школы содержат. Нужно понимать, что это люди нерожденные свыше. Их сердца, они настолько открыты. И нет в этом такого чего-то такого. Они принимают благодарность. На некоторых домах вы можете увидеть, что этот дом построен по содействию депутата такого-то, как кучерявая еврейская фамилия. И ты понимаешь, что это проект синагоги все же был. Но вот они почитают так своих даятелей. Хотя, может быть, он сам и не говорил, что я только помогу, если вы поставите, например, барельеф мой где-то и так далее. То есть на самом деле неверующие люди открыты к этим вещам. И не все из них требуют поклонения. Но тем более должны мы стараться к таким уровням. Я понимаю, что, в общем-то, если честно, мне интересно было бы заниматься первым уровнем, чем всеми остальными уровнями. Это самый продуктивный уровень. Потому что если я научу человека так помогать, то он будет другим так помогать. Он другим будет поднимать, где-то, знаете, служить просто даже этим же бизнесом и этими же делами. И если я правильно его научу, то тогда, если я ему помогу правильно, знаете, когда я приду к нему и скажу, послушай, есть человек, который нуждается, он прислушается к моим словам, потому что я не использовал его, я не сделал это, потому что я хочу процент от его бизнеса в будущем. Вот я тебя сейчас подниму, а ты мне будешь процент платить. То есть во всем должна быть здравость, но и во всем нужно посвятить время и внимание, тогда оно наиболее качественно. Итак, давайте мы подытожим этот период, период Синайского договора. Что мы видим? Мы видим священников, которые получали поддержку в качестве жертв, приношений, первых плодов, выкупу первенца и также десятину от десятин. Священники мы говорим. Мы говорили о том, что есть колено Левия, а в нем был определенный род, род Аарона. И они имели определенные функции, которыми не должны заниматься были обычные священники. Следующее — это левиты в храме. Они получали первую десятину. Были левиты в жилищах. Они получали часть второй десятины и часть третьей десятины. Были также пришелец, вдова, сирота. Они получали часть третьей десятины, также вопросы, относящиеся к краю поля, забытые снопы, колосья, виноград, который не обирали, маслину, которую и оставляли. А также неимущие. Они получали сдаку, они также получали часть из третьей десятины, бедной, которой есть у тебя в жилище твоем. Это то, что касается того порядка, который Бог установил в период Синайского Завета. На следующем занятии мы поговорим о периоде Нового Завета. Аминь.